Всем привет! У микрофона Амортиз и это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Сегодня на повестке дня. Динамичное нарезание фэнтезийной швали, игра в карты, пиксельное онлайн-аниме, съемки фильмов, долгий путь потерявшегося рыцаря и кумиры детства против голубей. Поехали! Начнем с игры под названием Iron Knights. По жанру это слэшер, притом в лучших традициях жанра. Надо переть вперед, раскидывая волны мобов. Все уровни по сути одинаковы. Коридор, который надо пробежать с боссом в конце. Все выполнено в таком вот фэнтезийном стиле, со шматом, прокачкой скиллов. Так что есть и некие элементы РПГ, но их, если честно, маловато. Маловато, понимаешь? Маловато будет! Например, нет полноценного сюжета. И это плохо. Ведь у Билова сделано очень качественно и весело. Графончик тоже хорош. Так что игра хорошая, но можно было бы сделать и лучше. Вторая игра называется Magic 2015. Как я понял, это порт реальной карточной игры в виртуальное пространство. И надо сказать, порт качественный и клевый. Я имею в виду само оформление. Оно очень стильное и приятное глазу. Что же касается самого процесса, тут объяснять очень долго. Надо самому сидеть и ковыряться. Основной смысл — собрать сильную колоду, чтобы напинать по шарам, компьютерным противникам и чувакам по онлайну. Естественно, карты представляют собой существа со своими способностями, и если не хочешь огрести, тебе придется научиться использовать их сильные и слабые стороны. В игре есть донат, но в принципе на это можно закрыть глаза, ведь помимо серьезных минусов, есть и серьезные плюсы. Рагнарок Онлайн Path of Heroes Кто знает, тот поймет, а кто не знает, это порт знаменитой пиксельно-анимешной ММО-РПГ на мопилке. Наверное, каждый любитель ММО хоть раз слышал об этой шняге, а то и играл лично, что говорит о дикой популярности игры и о том, что тебе вряд ли будет скучно. В этой версии интерфейс подогнан под сенсорный дисплей, увеличен максимальный уровень, добавлены новые арены. Короче, задроты Рагнарока должны заценить. Остальным же, если штырит такое специфическое оформление, то добро пожаловать. Далее, Movie Wood. Давненько у нас не было веселых ферм и прочего говна. Хотя, похоже на них эта игра только своим ярким графоном, а вот задумка отличается. Тут нам предстоит управлять киностудией со всеми вытекающими. Постройка декораций, кастинг актеров и даже создание постеров к фильмам. Все это наша забота. Есть в игре также элемент квеста с поиском предметов. Ну, то есть постарались намешать как можно больше, чтобы получилось интересно. И оно, мать его, получилось. Хоть мне не нравится оформление, которое как в играх для маленьких девочек, но идея, в общем, неплохая. Тем более, что разрабы обещают обновления по мере выхода новых популярных фильмов. Ну, а теперь настало время платформера Кайс Квест, который расскажет нам историю рыцаря Кайса, который потерялся в пространстве и времени и хочет попасть домой. Для этого бедолаге придется иметь дело с такими дьявольскими творениями, как батискафы и звездолеты. Игра представляет из себя сборную солянку из разномастных платформеров, сваленных в кучу и объединенных одним главным персонажем. Тут и космический сайдскроллер, и платформер со средневековой тематикой и многое другое. В принципе, получилось вполне приятно и играбельно. А кроме того, ты как будто получаешь сразу несколько игр в одной обложке. Короче, есть смысл поиграть. Ну и последний на сегодня пациент Тинейдж Мутант Нинджа Туртлес. А если по-нашему, Черепашки Ниндзя. Эта игра весьма крутой и очень качественный аркадный слэшер про наших любимых панцирных чуваков. Здесь клевая мультяшная графика и люди-голуби, которых надо избивать. Что еще нужно для счастья? Геймплей представляет из себя арену, на которой надо рвать жопы пачкам врагов. Жопы, кстати, рвутся свайпами в нужную сторону. Иногда получается сделать комбо, которые очень круто выглядят и во время которых иногда прибегает вторая черепаха, чтобы помочь с эффектностью. Все сделано очень ярко, качественно, с озвучкой и русским переводом. Так что играем. А у нас на сегодня все. Написал и озвучил Федор Амортиз, нашел и смонтировал Николай Подгурский. Это были обзоры от Mob.ua. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok